Буду рассказывать про тестирование и бенчмаркинг блокчейнов. Мы компания Mixbytes. Собственно, как раз мы те самые ресерчеры, почему мы про Polkadot рассказываем, потому что мы как раз тестируем и бенчмаркаем Polkadot и вообще производительность всяких чейнов на Substrate. Про что я буду рассказывать? Как тестируют вообще блокчейны? Что это вообще за такие системы для тестировщиков? С чем они связаны? С технической точки зрения вообще блокчейны похожи на распределенные различные системы, например, на базы данных, которые крутятся на большом количестве серверов. В больших веб-проектах эти базы данных работают на сотнях серверов. Типовая схема этих серверов – это несколько так называемых мастер-серверов, которые принимают транзакции на запись, и большое количество серверов, с которых пользователи производят чтение, так называемые слейв-сервера. И обычно эти системы построены так, что есть немаленькое количество мастеров, там 3-4 базы очень высокопроизводительных, и сотни слейв-баз, с которых пользователи получают данные о своих балансах и так далее, то, что вы на сайтах видите. Блокчейн в этом плане напоминает базу данных с репликацией, которая называется мастер-мастер. Это когда запрос на изменение данных может прийти совершенно в любую ноду. В этом случае в базе возможны конфликты, разные базы данных по-разному их разрешают. Блокчейн – это пример системы, которая как раз выстраивает транзакции в определенном порядке и выбирает всегда один и только один путь исполнения. В этом плане смарт-контракт и вообще код, который исполняется в блокчейне, он напоминает хранимые процедуры, если вы слышали про такие. То есть это такие кусочки кода, которые работают в базе данных. Они в блокчейнах чуть-чуть более сложные, исполняются сложнее при помощи различных виртуальных машин. В этом плане, например, Substrate тот же самый можно рассматривать как, грубо говоря, один очень-очень большой такой смарт-контракт, который может в сеть обновляться при помощи гауронос-механизмов. В этом же плане транзакция, распространение транзакции по сети в блокчейне, точно так же с точки зрения тех же самых баз данных, она очень напоминает доставку транзакций в так называемый write-ahead lock. То есть у нас, когда база данных получает транзакцию, она сначала записывает его в специальный журнал, а потом этот журнал начинает применять к своей внутренней базе данных, для того, чтобы если вы дернули рубильник и выключили неожиданный сервер, чтобы после включения он смог продолжить с того же места, которое он уже обработал, чтобы не были потерянные данные. С этой точки зрения блокчейны похожи на распределенные системы. Если вы захотите тестировать блокчейны, вам, скорее всего, придется почитать сначала документацию о том, как тестируют такие системы. Вот, значит, об этом немного я как раз поговорю. Если вы разрабатываете блокчейны, то у вас вы встретите при разработке, так же, как и для распределенных баз данных, следующие проблемы. Во-первых, если вы будете пытаться воспроизвести всякие критические сценарии, ну то есть, например, у меня на счете 100 долларов, я в Америке списываю 80 долларов, и в Китае списываю 80 долларов, какая из транзакций должна прийти первой. Мне придется это решать. Плюс к тому я могу рассматривать более сложные сценарии, когда есть 3, 4, 5 участников, которые одновременно работают с одним счетом и так далее, и все эти сценарии требуют сразу участия нескольких участников. То есть, если вы пишете просто, тестируете какую-нибудь программу, которая проделает какое-то количество действий, вы рассматриваете всего лишь на всего одного участника и такое синхронное, последовательное исполнение. Это гораздо проще. Во-вторых, блокчейны и такие вот распределенные базы данных, они подразумевают то, что они могут быть установлены на разные операционные системы, с разными процессорами, с разным объемом памяти, и поэтому транзакция на одной машине может пройти, на другой машине может упасть, сломаться или вывести, или дать какие-то другие результаты. В блокчейнах медленный обмен информацией. Если мы пишем смарт-контракт, который меняет свое состояние, то нам как минимум придется подождать, пока не появится следующий блок, чтобы понять, что ситуация изменилась. То есть, в этом плане, если мы тестируем такую систему, нам придется подождать, пока блокчейн изменит свое состояние. Тяжелые клиенты. Если наша сейчас работа с базами данных, современными, она выглядит как, мы отправляем на сайт какой-то такой запрос, например, обнови мне картинку, или проведи какие-то операции, то вся вычислительная сложность, она падает на сервер. То есть, сложная логика, она вся исполняется на сервере, а клиент отправляет только какие-то инструкции. Давай-ка ты сервер поработаешь. В блокчейнах сейчас постепенно все становится все в другую сторону, все идет в сторону клиентов, вплоть до того, что если мы будем использовать какую-то серьезную криптографию, то на клиентах, именно в наших браузерах, будет происходить очень много работы, много всяких криптографических преобразований, а со стороны блокчейна как раз будет происходить очень легкая, быстрая валидация, для того, чтобы блокчейны могли прокачивать через себя вот те самые тысячи транзакций, операции, он-чейн, они должны быть очень легкими и быстрыми. Также надо оплачивать все ресурсы во всех там публичных блокчейнах, всегда каждый бит буквально, каждый байт обязательно оплачивается, каждый такт процессора, любой там байт полученный из сети, все приходится оплачивать, потому что если вы делаете что-то в блокчейне бесплатно, это потенциальная дыра в безопасности. Позвольте бесплатно записывать что-то в блокчейн, хотя бы один байт, и вы можете написать скрипт, который бесплатно будет лить вам миллионы байт и переполнить этот блокчейн. В общем, особенностей у разработки очень много, и поэтому тестирование блокчейнов штука крайне нетривиальная, и надо сказать, это вносит большой вклад в стоимость разработки. То есть, когда говорят, давайте-ка вы фортните блокчейн, что там делать, нажал кнопочку форт, и как бы у тебя получилась копия блокчейна, на самом деле, и внесешь туда немножко каких-то изменений, на деле это означает, что вам придется проводить вот это самое довольно сложное тестирование. То есть, вам придется очень много всего делать. Следующая история интересная про блокчейны, они меряются у нас с ТПС, сразу появился новый блокчейн, сразу спрашивают, а сколько у вас ТПС? И вопрос это довольно-таки дилетантский, потому что никаких ТПС в таком стандартном виде, их попросту в распределенных системах не существует. Сначала мы должны договориться, что мы считаем транзакцией, потом мы должны договориться, что мы считаем как бы началом и окончанием транзакции, потом нам надо как бы соответственно договориться, на каких типах транзакций мы будем это тестировать, потому что если мы говорим о смарт-контрактах, это может быть транзакция по переводу криптовалюты, а может быть исполнение какого-нибудь смарт-контракта, который работает там с сотнями балансов, плюс еще внутри делает какие-то криптографические преобразования, и как и в базах данных распределенных, сначала мы должны понять, что это такое вообще транзакция. Вообще в базах данных под ТПС подразумевает некоторый стандартный тест, в котором есть такое-то количество вставок, такое-то количество удалений, такое-то количество апдейтов, все это на фоне постоянно выполняемых запросов на чтение, то есть это вопрос такой крайне серьезный. Поэтому сначала мы должны договориться о том, что такое транзакция, как мы ее будем мерить, и только после этого мы можем говорить о ТПС. Хотя во всех вайтпейперах мы, конечно, видим, у нас там 8000 ТПС, 10000 ТПС, все это на самом деле с точки зрения системного инженера такие голые слова, то есть пока нам не описали полностью методику измерений. Опять же, к PerSecond тоже есть вопросы, потому что в блокчейнах, скажем, там таймстэмп блока майнеры могут ставить по-разному, майнеры, блок-продюсеры, поэтому эти секунды, они у всех разные. При этом пул транзакций, которые можно поместить в блок, может быть заполнен, может быть пустым, и это тоже меняет как бы ТПС. Если у меня блокчейн просто простаивает, и у меня там 100 из 1000 транзакций, я не могу говорить, что у меня 100 ТПС, возможно, их там 1000. Еще очень важно измерять минимальные и максимальные времена. Для этого тоже приводится хороший пример. Приходит менеджер и говорит, какое у тебя среднее время транзакции? Я говорю, 0,1 секунды за транзакцию. Он говорит, о, супер, офигенно, быстрый блокчейн. Только я ему не говорю, что у меня 99% транзакций исполняется со скоростью 0,01 секунды, а оставшийся 1% зависает на несколько секунд. В этом среднее число у меня очень красивое, но при этом есть пиковые значения, в которых транзакция попросту не выполняется. Часть клиентов у меня отваливается, уходит, но менеджеру я показываю классные средние значения, шикарно все работает. Поэтому если вы тестируете ТПС, и вас интересуют все значения, и максимальные, и минимальные, и средние, все это вообще нужно обязательно получать, обязательно надо измерять, и здесь никаких вариантов нет. То есть вам среднее значение малой информации даст. И даже если вы померили это все, все равно тот факт быстрее, один блокчейн другого или медленней, даже если вы все померили и мины, и МАКС, и ЭВГ, то все равно ТПС, если вы будете мерить со стороны клиента, может оказаться для вас сюрпризом. Потому что одному клиенту повезло, и он свою транзакцию отправил в тот момент, когда формирование блока, скажем, заканчивается, и блок появляется через секунду, а кому-то не повезло, он послал его в первую секунду, ему придется подождать, пока сеть этот блок догонит. Поэтому с точки зрения клиента ТПС это тоже другие цифры. Поэтому надо обязательно договариваться, что и как мы измеряем. Плюс еще сам дизайн блокчейнов добавляет, и как раз тот же самый Substrate и Polkadot, это как раз пример того, как система еще больше усложняется. Потому что ТПС, они опять же становятся разными. Теперь представьте, у нас 10 парачейнов, они все работают с разной скоростью, в них отваливаются валидаторы, какие-то исчезают, какие-то появляются. У нас есть основная цепочка, при этом сеть-то у них одна. И если мой валидатор одновременно работает в двух парачейнах, еще одновременно процессит релей-чейн, а какой-то из этих парачейнов, например, занимается раздачей Wi-Fi, или каким-то видео, или работает с IPFS, то и здесь возможны боковые эффекты, что сеть одного парачейна влияет на сеть основного релей-чейна. Все еще хуже. То есть как вам тестировать такую сеть? Вы взяли, потестировали парачейн, в нем скорость 1000 ТПС, подключаете его к релей-чейну, они начинают друг с другом взаимодействовать, один начинает тормозить другой, и вот у вас как бы вы не можете их тестировать по отдельности. В общем, с L2-слоем все еще хуже. Значит, что же с этим делать? Значит, можно, ну а как обычно делается, мы делаем какую-то цепочку, поднимаем на локальном компьютере, кидаем туда транзакции, измеряем, сколько времени у нас заняло. Значит, там такой простой способ в лоб, и обычно мы вообще в документации именно эти цифры и видим. Ну, кто там будет заморачиваться из разработчиков? Как бы запустил, проверил, показал, как бы цифры, они вроде красивые, тысячи транзакций, все здорово. Это, на самом деле, не имеет никакого отношения к реальности. Это хорошая цифра для того, чтобы понять тот предел, к которому придет блокчейн. Если все хорошо будет с сетью, если все хорошо будет с консенсусом, то тогда как бы эти TPS, они достижимы. Значит, можно поднять тестнет, обновлять его, значит, и измерять со стороны клиентов, значит, сколько будет как бы TPS. Это более честный способ, вот, он более правильный, но вы поимеете проблемы с тем, что вообще-то блокчейн это stateful система, то есть она зависит от текущего состояния. Одно дело, когда ваш смарт-контракт работает, не знаю, в сеттинге, в котором у него есть там три клиента, и совсем другое, если у него внутри три тысячи клиентов. Возможно, в вашей логике этого смарт-контракта, который вы используете, есть зависимость вот от этого количества, и вам придется это учитывать. То есть у вас вчера тестнет работал быстро, а сегодня тестнет начал работать медленно, потому что, значит, что-то случилось. В нем еще есть governance, изменилось число валидаторов, изменилось число сообщений, все начало работать по-другому. По-хорошему есть золотая середина, да, я могу, например, я изменил, что-то запрограммировал в консенсусе, в governance, я могу на своей машине поднять три, четыре, там, пять нот в докер-контейнерах и запускать тест в нем, в них. Это хороший, и это еще более хороший вариант, потому что у вас есть воспроизводимость, вы можете изменить кусочек кода и запустить заново, еще раз изменить кусочек кода, запустить заново, посмотреть, что изменилось, и это еще более хороший способ тестировать, вы получите воспроизводимость, ваши цифры будут более точными. Вот, но здесь будет проблема, вы не сможете, там, не знаю, эмулировать какие-то сложные топологии в сети, то есть когда у вас там блок-продюсер спрятан за полной нодой, когда у блок-продюсеров тех валидаторов у них своя собственная сеть защищенная, а у там публичная сеть там, не знаю, открытая. Все это, все вот это воспроизведение реальности на локальной машине, оно проблематично. Ну и если вы начнете это делать с реальными контейнерами, вы уткнетесь в том, что у вас каждый раз машина будет скачивать гигабайты разных пакетов, образов как бы из интернета, каждый раз, когда там, не знаю, что-то там вытеснять, в общем, это тоже достаточно проблематично. Ну и самый лучший вариант в данном случае иметь такую среду тестирования, которая умеет в облаке с ее быстрой сетью, с предсказуемыми параметрами машин, то есть не когда у вас там, не знаю, видеофильм играет и одновременно тест работает, а когда вы поднимаете конкретные виртуальные машины где-то в облаке, и они, воспроизводя каждый раз одно и то же состояние блокчейна на одних и тех же типах транзакций стандартизованных выполняет ваш тест и позволяет вам сравнить, что было до, что стало после. Вот такие вот системы, они есть, в общем-то, для распределенных баз данных, но для блокчейнов их, по сути, не существовало до последних, там, не знаю, полутора лет, то есть они появились очень-очень недавно. Значит, что такие решения должны делать, какие к ним есть технические требования. Значит, они должны, во-первых, воспроизводить конфигурацию, функционал блокчейна, этого кластера, там, на любом количестве машин, каком-то значимом. Они должны автоматически проводить сложный сетап, то есть если мы говорим о блокчейнах, мы должны создать, там, не знаю, тысячу аккаунтов, каждому из них раздать крипты, чтобы они могли проводить транзакции. Мы должны засетапить смарт-контракты наши какие-то сложные, на которых мы будем тестировать. Значит, ну, то есть всю эту подготовку мы должны уметь делать автоматически, чтобы иметь воспроизводимость. Мы должны уметь собирать метрики различные, сложные, в том числе, там, не только системные, там, потребления, там, процессора, памяти, но и всякие относящиеся к блокчейну. Не знаю, время финальности, сколько мы процессили одну транзакцию, среднее, там, не знаю, минимальное, максимальное, вот про что я говорил. Должна эта система уметь, конечно же, повторять все условия, потому что иначе результаты наших тестов для разработчиков будут не особо цены. Система должна уметь эмулировать проблемы сетей, например, потерю пакетов, потому что в реальной сети, если мы какую-то ринговую сеть тестируем, часть пакетов будет теряться, и это будет оказывать большое влияние на то, насколько быстро работает блокчейн. Хотелось бы вообще запускаться в разных клауд-провайдеров и делать это дешево, потому что вообще блокчейн-ноды штука не дешевая. То есть какая-нибудь там, не знаю, нода современного блокчейна, она стоит там 100-200 баксов в месяц. И если вы не сможете держать у себя тестнет, не знаю, месяцами, как бы это будет стоить, на самом деле, крайне дорого, то есть там тысячи долларов в месяц. Это крайне недешево. И хорошо, чтобы такая система могла поднять, запустить и погасить как бы сеть и все это сделать в воспроизводимых условиях. Еще эта система хорошо бы, чтобы она не мучила разработчика сбором метрик, вообще обвязкой всего этого дела, рисованием графиков, запуском, работой с облаком. Все это должно быть скрыто от разработчика. Разработчик должен поправить код, запрограммировать бенчмарк, вот это как бы свой тестировочный скрипт, запустить и получить результаты. Вот это как бы идеальный вариант для системы тестирования. Ну и, конечно, она должна иметь возможность встраиваться в процесс разработки, значит, разработчики что-то сделали, испортили консенсус, там сломали governance, запустили и на графиках увидели, что, значит, ТПС рухнул, значит, все, или там начала поедаться память, начала утекать и так далее. Значит, по этой теме, ну вот, собственно, здесь ссылка как раз тестирования распределенных систем. Там, не знаю, 500 просто разных как бы ссылок на документы, как тестируют разные базы данных. Среди них есть несколько очень полезных статей, как раз в которых как раз и написано про то, как мерить там латенси, про все проблемы распределенных сетей и так далее. То есть там очень много полезной информации. Ну, специально для блокчейнов, как я сказал, как бы на самом деле немного решений. Я недавно, собственно, как раз писал статью, и вот три наиболее таких, как бы, таких, ну, которые прям совсем заточены под работу с блокчейнами, их, в общем-то, три таких продукта. Первый в основном под семейство Hyperledger заточен, Caliper называется. Второй это Mixbytes Tank. Как раз мы его делали, потому что тестировали два вида блокчейнов. Это как раз, собственно, сам только DOT и субстратовские цепочки. И второе, мы тестировали разные форки EOS, что мы там разрабатываем свой алгоритм финальности. Нам тоже очень нужна вот эта вот повторяемость повторяемость и воспроизводимость, чтобы понимать, мы вообще не сломали ли что-то своими изменениями. И третий это Whiteblock Genesis. Это продукт, Whiteblock это компания, которая тестирует Ethereum. Вот, они, как бы, тестируют его производительность и работают с ним. У них тоже есть свой продукт для проведения вот такого тестирования. Вот, а в принципе, все остальное, это команды строят эти системы тестирования у себя внутри, как бы, при помощи своих DevOps, значит, автоматизируют работу с блоками. Это, в общем-то, такие, как бы, домашние наработки. Сейчас расскажу немножко подробнее про них. Значит, про Caliper. Caliper поддерживает почти все гиперледжеры, какие сейчас есть. Он позволяет вам фактически самому запрограммировать только сам смарт-контракт, который будет тестироваться, чейн-код, сделать там несколько, там, не знаю, указать конфигурацию, и он сам вам запустит этот тест. Он поднимает сразу, там, не знаю, сколько скажете, там, 10 контейнеров докеровских, поднимает в них гиперледжер или, там, не знаю, эфир, запускает бенчмарк, собирает все метрики в репорт или отправляет в специальные сервисы, там, он может отправлять это, там, в Прометеус и Графану, любимую, чтобы графики посмотреть и все метрики. Все это собирает, как бы, ну, и он проводит этот тест и гасит его. Он меряет потребление ресурсов, вот, умеет делать вот эти хорошие, красивые репорты. Вот он, как раз, заточен под тестирование блокчейнов. Он умеет делать в воспроизводимых условиях, то есть такой довольно развитый инструмент. Ему, по-моему, уже года полтора, там, порядка, там, 600 коммитов я насчитал. Такой мощный, как бы, инструмент. Значит, второй, это наш танк, вот, он, по сути, как раз, как я сказал, работает сейчас, как бы, с субстратом ИОС. Значит, он все разворачивает в облаке, то есть он не в докер-контейнерах, а разворачивает в облаке. Это намного быстрее, потому что мы тестируем на сотнях нот, нам нужно поднять, как бы, сотню нот, и, конечно, ни на какой локальной машине это работать не может. Мы это разворачиваем все в облаках. После теста он за собой убирает, все сворачивает, потому что это действительно стоит, сотня нот стоит реально дофига денег, поэтому надо обязательно все это под конец погасить. Он довольно экономно позволяет это делать. Если облако позволяет, то он умеет раскладывать ноты, поставить 30 нот, не знаю, в Европе, 20 в Азии, 50, короче, в Америке, и настроить то, что сеть является плохая, то, что пакеты теряются, и посмотреть, какая будет в этом случае скорость и финальность транзакций. Умеет там, соответственно, запрограммировать, там вам нужно бенчмарк на JavaScript, по сути, просто научиться отправлять транзакции, там, не знаю, по переводу, там, скажем, токенов куда-нибудь в блокчейне. Остальное он сделает за вас. То есть он во много потоков начнет слать как бы транзакции. Хотите 200 TPS, он попробует 200 TPS. Хотите 10, он будет 10 TPS использовать. Вот. У него есть встроенные метрики с клиентов, он собирает. Ну, и еще он собирает логи и корки. То есть если что-то падает, если что-то как бы ломается, он собирает все на одну машину, чтобы разработчику было удобнее разобраться, что произошло, если все сломалось. Третий, это как раз Genesis. У них тоже, у них другой подход. Такой, это одновременно и облако, и не облако. У них собственные машины. Вот. Вы им, по сути, по API говорите Genesis'у, хочу такую-то сеть, подними мне 20 нот, включи такие-то проблемы, включи пакет лосс, включи, там, я не знаю, там, распредели их географически и выдай мне, пожалуйста, репорт. То есть вайтблок у него свои машины, он позволяет вам удобно встроиться в ваш процесс разработки. Например, вы делаете какой-нибудь там форк эфира, вот, вы можете просто их по API попросить, как бы, возьми мой код, разверни на кучу машин, прогони тест, верни мне результаты и все, как бы, погаси. Вот. Тоже удобное весьма решение, вот, так что можем тоже его использовать. Ну и, наконец, как бы, самоделки, которые пишут, собственно, команды внутри. Самоделки, я здесь говорю, в общем, ни в коем случае не пытаясь как-то их там унизить. Заточенный под ваш блокчейн какой-то инструмент, он изначально будет лучше подходить под блокчейн, чем какое-то там дженерик решения, которых, как я сказал, в общем-то, их просто нету. То есть никаких там статей, которые говорят, как правильно тестировать блокчейн и никаких там best practices пока еще не существует. про дистрибьютер системы, поэтому, конечно, многие команды выбирают, как бы, свои личные решения, как бы, внутренние, да, там, скажем, тот же космос, выбирая, у них все сделано, как бы, внутри. По сути, он повторяет то, что я описал. То есть он умеет, да, в облаке, такие решения умеют в облаке поднимать, там, не знаю, десятки нот, мерить то, что нужно. То, что нужно, на самом деле, сильно зависит от консенсуса, зависит от финальности, зависит от того, что вам вообще интересно и чем занимается блокчейн. Может, он там занимается тем, что вот эти блобы огромные куда-то туда-сюда гоняет. У него метрики совершенно другие, то есть ему не нужно тестировать, там, не знаю, крипту, трансферы какие-то, ему нужно тестировать, как они будут меняться большими бинарными данными между собой ноды. И тут, конечно, без самодельных решений, ну, попросту никак не обойтись. Подытоживание, значит, если вы разрабатываете консенсусы, если вы разрабатываете финальность, если вы вообще как бы занимаетесь как раз гауэрнс-сети и хотите понять, как она себя ведет, вам придется взять все наработки по распределенным системам. Если вы будете на коленке тестировать, цифрам этим верить как бы просто нельзя. Это все надо тестировать для большого количества блок-продюсеров. То есть, если вы протестировали для трех машин, эти цифры, они не будут ничего значить, если вы планируете свою сеть, не знаю, для 20 валидаторов или для 100 валидаторов, вам обязательно нужно проводить тесты на всем, на полном количестве валидаторов. Надо обязательно следить за системными ресурсами, за всякими там процессорами, памятью, потому что вполне возможна ситуация, что ваш блокчейн может потянуть больше, но вы уперлись в какой-то ресурс из-за одного какого-то неприятного бага. Ну, например, у вас где-нибудь там используется неэффективная реализация криптографии, которая съедает весь процессор и не дает вам просто разогнаться. Вы, если не будете собирать полный комплекс метрик, вы этого можете не заметить. Из-за этого просто пропустите какое-то маленькое изменение, которое может ускорить в разы ваш блокчейн. С клиентской стороны мерить тоже важно. То есть, вам нужно метрики собирать не просто с нот, насколько они быстро транзакции процессят, а еще и с клиентов. То есть, сколько клиент ждал, когда транзакция у вас закончится, потому что это тоже важно, потому что в блокчейне, как и в базах данных, которые там фокус делают на консистентности данных, там то же самое. Вы отправляете транзакцию в кластер, потом вам надо подождать, пока кластер примет эту транзакцию, и только после этого вы получите ответ, что транзакция была принята. Это могут быть на самом деле секунды или там, не знаю, там чуть ли не десятки секунд даже для больших как бы баз данных и быстрых, которые, казалось бы, должны быть очень скоростными. про ТПС тоже, да. То есть, когда, если вам говорят, как бы, у нас такой-то ТПС, да, включайте сразу, как бы, скепсис, вот, и требуйте подробностей, требуйте, как бы, как мерили, почему, какое количество нот, какая методика измерения была, потому что голая эта цифра мало чего значит. И про свой ТПС, да, тоже рекомендую говорить тоже осторожно, потому что ведь спросят же, как мерили. Вот. Вот так вот. Все, пожалуй, вот. Наверное, как-то так. Вопросы? А? Сейчас, пир. Смотрели проект констэмп? Там это не децентрализованный проект смарт-контрактов. Констэмп? Лангстэмп, лангстэмп. А, нет, нет, к сожалению, нет, не смотрели. Нет? Нет, да? Вот, да. Ну, на самом деле не на 100 баксов, там, скажем, у нас там тест в Digital Ocean, если правильно поднять и погасить, он стоит там буквально несколько долларов. Вот. То есть даже большой массивный тест, ты же поднимаешь просто там, если ты в Digital Ocean поднимаешь буквально на 10-20 минут машину, а не на сутки, и не держишь ее включенной, то это стоит недорого. То есть если правильно поднять, запустить и погасить, то это как раз недорого, и они, да, конечно, делают как бы на любое изменение в консенсусе, запускают обязательно тесты. А иначе можно пропустить очень вот такие вот неприятные баги. То есть начал течь какой-то ресурс или появилась течь памяти, как ее поймать? Ее на локальной машине никогда не увидишь. То есть надо обязательно как бы следить за тем, что происходит. Это распределенная система, там по-другому не получается. ТПС Салана? Ну, насколько я знаю, как бы ТПС Салана, это, в принципе, очень-очень сильно оптимизированный, заточенный под массивно параллельное исполнение блокчейн. Да, можно достичь такого ТПС, но при условии, если ты отказываешься от сложных, там, каких-то тюринг-полных, серьезных смарт-контрактов. Можно, да, достичь. Но потолок все равно есть, как бы, все равно есть константа, как бы, в которую мы будем упираться, как бы, в железо. Те же самые, например, решения L2, такие, как Polkadot или Cosmos, как бы, они, в общем-то, развитие этих алгоритмов позволит достигнуть гораздо большей масштабируемости, нежели Салан. Салан все равно упрется, в конце концов, хотя она очень-очень быстрая. Я не спорю. Да, можно на чистом ассемблере написать какой-нибудь процессинг простеньких транзакций, он будет и миллион транзакций в секунду жрать, как бы. То есть не вижу, да, здесь проблем. Слушай, ну вот есть блокчейн, да, это же все находится в некой такой конкурентной среде, да, вот с тем, что есть сейчас, да. А то, что сейчас это виза и мастер-карты. Я так прикидываю, виза и мастер-карты в какой-нибудь TPS. У них, наверное, TPS там нет. Нет, у них, понятно, TPS очень, кстати, небольшой и скромный. У них TPS десятки тысяч транзакций в секунду. Вот Global Visa? Global Visa, это, по-моему, 15 тысяч, да, это 20 тысяч транзакций в секунду. Ну вот, допустим, сколько будет любого, да? И, допустим, есть некий достаточно robust подход к измерению TPS в блокчейн, некий унифицированный, как ты говоришь, без практик, которых нет, но, допустим, он есть. Да. А сколько TPS должно быть в блокчейн, по-моему, мнению, чтобы он был конкурентный в реальной мире, ну, такой robust. Ну, конечно, конечно, очень любят в интернетах, да, говорить, как бы, про то, что, ну, куда там этим блокчейном, как бы, до визы. Ну, честно говоря, буквально следующий шаг, это прям четыре значимых, как бы, блокчейна вот второй волны, как я их называю. Это ETH 2.0 с шардами, это TON, это Polkadot и Cosmos. Вот четыре, короче. Это, на самом деле, у них у всех похожая архитектура, это как раз вот эта центральная цепочка и множество парачейнов вокруг. Эта штука может позволить в теории, как бы, и до сотен тысяч транзакций в секунду, как бы, дорасти. Они просто финализируются будут, это не значит, что... 100 тысяч транзакций в секунду это не значит, что твоя транзакция будет проходить за одну сто тысяч секунды. Это означает, что сто тысяч человек смогут, как бы, отправить там по своей транзакции и за одну секунду получить, как бы, например, финализацию, что транзакция прошла, до этого осталось, я думаю, ну, может быть, год или два, как бы. Ну, хорошо, тогда, как бы, 30 тысяч человек смогут послать свою транзакцию и за 3 секунды дождаться, как бы, там, не знаю, 300 тысяч человек, как бы, за 3 секунды дождаться финализации транзакции. То есть, как бы, 100 тысяч ТПС, это же на всю систему, вот. Если говорить как бы о Visa и MasterCard, если я сделаю специальный тест против как бы Visa и MasterCard, я начну, как бы, с десятков машин, как бы, слать транзакции в Китай, в Америку, это, не знаю, там, в Австралию и так далее, Visa тоже не покажет свои 20 тысяч, как бы, здесь все очень просто. Под любую систему можно найти паттерн, очень... А? Сравнение с начальником вообще не имеет никакого смысла. Ну, надо сначала договориться о том, да, значит, за что мы боремся, за консистентность или за доступность, потом, как бы, описать методику тестов, и после этого только можно мериться ТПСами, как бы, то есть, а иначе мы получаем огромное количество сайд-эффектов, которые сравнение бессмысленным делает. Ну, это да, как бы, да. Все, тогда, да, готов тогда в кулуарах ответить на следующее. Да, давайте аплодируем.